Я пошла встречать нашу гостью для следующего нашего интервью. Всем привет! Всем привет! Меня зовут Надя, а это Аня. И каждый понедельник мы рассказываем про Шотландию. И каждый день мы публикуем что-нибудь о Шотландии в Инстаграм. Сегодня у нас будет гость. Этот гость необычный. Необычна она тем, что она очень творческий человек. Первый раз мы зовем в гости к нам творческого человека. И нам самим очень любопытно расспрашивать, потому что это люди, они, кажется, вообще с другой планеты. Потому что они умеют что-то такое творить, что тебе нравится, что многим нравится, что многим, может быть, и не нравится. Вот. И, ну, короче, мы не из них. Что вызывает эмоции. Поэтому, да, вот классно с таким человеком просто даже рядом постоять. Для меня это всегда вообще художники. Для меня было что-то таким, ну, действительно с другой планеты, потому что я рисую ужасно. То есть я с трудом могу изобразить, не знаю, какой-нибудь там силуэт кошки. Это все, на что я способна. Для меня уметь рисовать – это какое-то что-то невероятное. То есть я даже понимаю, что можно научиться играть на инструменте. Но рисовать не могу. Мы, да, я, в общем-то, люблю. И мы, опять же, до рождения детей, особенно активно. У нас каждую субботу начиналось с того, что мы пришли в галерей на какую-нибудь очередную выставку. Сейчас, к сожалению, эта жизнь закончена. И галерея дома на стенах. Ну, так что, да, Юля, нашего гостя зовут Юля. Юля нам даст вот этот глоток новых эмоций. Да, в общем, Юля художник-иллюстратор. И вот мы хотим с вами ее познакомить. Она живет, естественно, в Эдинбурге. А понаехала она из Литвы. Все, посмотрим, давайте. Привет-привет. Юля, ну спасибо тебе большое. Мы вообще Юлю мучили и закидывали ее сообщением. Говорим, давай-давай, рассказывай. Вот, Юля, просто не было у тебя шансов отказать нам. Вот, спасибо. Юля еще не знает, что мы даже спрашивать будем. Нет, я не подготовилась. Вот. Ну, нам вообще... Юля иллюстратор. Это вообще первый ты иллюстратор, кого мы знаем. Первый человек, который умеет творить своими руками красоту. Поэтому расскажи нам, как твой путь как иллюстратора начался. Ну, у меня такой странный путь достаточно. Я, ну, вообще начала иллюстрировать достаточно поздно. Мне уже было 20-26 лет. Я закончила психологию. В художественную школу ты не ходила? Ну, ходила после психологии, да. После психологии? То есть, подожди, до 20 лет ты вообще ручку не брала в руку и не рисовала ничего? Ну, я рисовала, но так... На учебниках. На себя, ну, да, на учебниках, на полях, там что-то. Вот. Ну, так серьезно я не рисовала. То есть, я закончила психологию, ну, не знала, что дальше делать, как бы. И, ну, хотелось что-то творческое как-то себя выражать. То есть, ты закончила психологию, тебе не понравилось? И ты дальше думаешь, давай я буду рисовать. Ну, я как-то, я пошла учиться на психологию, потому что, ну, мне нравился предмет, мне было интересно. А вот что дальше, как бы, связывать свое будущее с психологией, я вот как-то себе не очень представляла, я не очень распланировала. И вот я закончила, ну, не знала, что дальше делать. И как бы, ну, я начала рисовать для себя. И вот как-то, как-то начала рисовать, и это так закрутилось, и вот. А сколько времени пришло с того момента, когда ты закончила психологию, решила, что хочу стать иллюстратором? А сколько лет прошло? Два года, три года? Два, вроде, да. Да, два года так получилось, мне кажется. Два года, и потом ты поступила в Эдинбургский, да? Да. Вот давай рассказывай про учебу в Эдинбурге. Ну, в общем, я переселилась в Эдинбург, и я, ну, просто работала, так вот рисовала свое свободное время, и как-то, ну, старалась figure out, что дальше делать. Я еще планировала, может, на психологию идти, ну, дальше. И, да, и решила подать документы на research psychologist, и заодно на иллюстрации, да. То есть я посмотрела, ну, что для этого надо, собрала свое портфолио, и думаю, ну, вот так вот вышлю просто на всякий случай. И вот как-то... Это Эдинбургский колледж или Эдинбургский университет и колледж оф арт? Это колледж оф арт. Ну, он сейчас часть университета, как бы считается, но он раньше был отдельно, а сейчас он... Это же достаточно престижный, да, курс и, как это называется, кафедра в университете. Ну, да, это считается хороший арт-скул в Эдинбурге, в Глазго тоже и в Данди, по-моему. Какие документы нужно было сдать, вот кроме портфолио? А я подавала документы только в Эдинбургский, ну, то есть только в Эдинбург колледж оф арт, ну, потому что я вообще, если честно, не надеюсь, что меня возьмут. И что надо было, надо было, ну, это как мастер, надо было, то есть диплом, диплом образования, потом портфолио, ну, какие-то рекомендации, ну, то есть все как обычно. То есть тебе не нужно было там закончить художественную школу, вот какие-то такие художественные образования. Да, не было этого в Requirements, нет. И ты, как вообще процесс, если сейчас вспомнишь, за год ты подаешь документы, то есть за какое время? Я подавала весной, достаточно поздно, но мне кажется, можно подавать там в начале года. Я, если честно, не вспомню. Да, да, да. А сколько было обучение на магистра продолжалось? Год. Ну, там было две программы. Я вообще, если честно, поступила на двухлетнюю программу МФА, это называется. Мастерс оф файн арт, но потом, потом я как-то подумала, что это будет слишком дорого, два года учиться. И тогда, ну, перешла на один год. Да, 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 на один год. Да, это Мастерс оф арт. Можно было совмещать учебу и работу в это время? Ну, я совмещала, да. Совмещалась? Совмещала в кафе и, ну, по выходным и, ну, и училась. И, ну, да, у меня как-то получалось, если честно, ну, если честно, даже, даже, ну, мне нравилось, что ты, как бы, как бы, есть время, как это сказать? Переключиться? Да, переключиться, да. Ну, то есть, и реально было, допустим, в сессию ты тоже успевала совмещать и работу и учебу. А у нас не было таких, как сессии. Мы, ну, сдавали, как бы, ну, каждый работал над своим каким-то проектом. И у нас, ну, каждый, то есть, семестр мы, ну, сдавали то, что мы вот сделали для этого проекта. Или что мы сделали за это время. То есть, ну, не было такого, что там сессия, экзамены. Нет, это как бы арт-скул, там, совсем, совсем всё по-другому. Чему вообще, вот, можешь сказать, чему научила тебя арт-скул вот, ну, какие-нибудь, не знаю, два урока, которые ты вынесла и за которые ты благодарна этой школе? За которые я благодарна в этой школе? Ну, для меня вообще, если честно, ну, для меня это был вообще очень хороший год. Ну, это вот такой вот первый раз в жизни я как бы попала в среду, где, ну, твои идеи реально ценятся. То есть, твои какие-то самые quirky ideas. Я не знаю, как это, ну... Да-да, ну, сумасшедшие, да. Да, сумасшедшие идеи, как бы. Ну, да, ты делаешь то, что ты хочешь. Получается. Ну, очень было странно сначала привыкнуть, потому что я училась на психологии. Там совершенно, ну, другая система. Там экзамены, там, эссеи, все дела. Ну, а я всё равно, я как бы, я всегда была такая творческая натура, только я, ну, как-то не нашла, как себя, вот, ну, проявлять творчески. И вот, ну, пока, да, пока не нашла рисования. То есть, ты смогла, ну, как Эдинбургский колледж оф арт, он тебе именно помог, да, почувствовать себя в своей стихии. Да-да-да, ну, вот именно. Но там, там нету, как бы, ну, вот некоторым студентам не хватало, как бы, структуры, порядка, вот, ну, вот именно какого-то, да. А мне, а мне очень, ну, очень было комфортно в этой среде. Классно, классно. Да, ну, то есть, где нету каких-то особенных правил, ты делаешь, ну, то, что ты хочешь, и как-то, как-то к этому серьёзно относятся. Вот мне это очень. Какая у вас, во-первых, насколько интернационально была, а во-вторых, ну, интересно, какого возраста студенты были? А разных возрастов кто-то сразу почти после вот андерграда поступил, кто-то... Это, наверное, 20 с плюсом, да, после андерграда? Да, 20, там, ну, 4, 23 кому-то, ну, да, вот в таком возрасте были ребята постарше меня, ну, то есть, да, разных вообще возрастов из разных стран. У нас была девушка из Америки, потом из Азии очень много было студентов, потом, да, местной тоже. Я вот из Литвы, потом из Германии, ну, да, очень, да, очень, да, интернационально. Любимый предмет какой был? А у нас, ну, вот не было таких, что, предметов. Ну, у нас были, у нас, ну, как бы, потому что это часть университета, был такой предмет, там нужно было эссе написать, там как-то что-то там с дизайном связанное, ну, вот что-то такое. Ну, вот там был такой посерьёзнее предмет. А вообще у нас не было предметов, у нас, как бы, нам давали такие маленькие проекты, над которыми работать, и вот. Вы групповые проекты или индивидуальные? И групповые, и индивидуальные, ну, там по-разному было, они нам, как бы, подбрасывали такие вот какие-то проекты, над чем работать, чтобы мы, как бы, заполняли своё портфолио. И на самом деле, вот, опять же, это не было обязательно, то есть ты можешь соглашаться, да, вот я хочу это делать или я не хочу это делать. Вообще очень, ну, так, свободно было. А оценки ставили за это? Оценки, оценки. Нет, вот оценивалось, ну, оценивалось в конце семестра, они, как бы, вот смотрели, что ты, что ты produced. Да, ну, да, сделал, да. И, если я не ошибаюсь, в конце года, да, выставляют, вот мы просто ходили на такую выставку, когда студент, студенческие работы выставляются в, не помню, на Толкросе. Да, да, да. А твоя работа, ну, вы тоже выставляли, да? Да, у нас тоже была, ну, выставка, да, в конце, в конце курса, да. Вас учили, вот, допустим, окей, вы закончили, вы теперь получили диплом иллюстратора. Каким образом себя продавать вообще на достаточно сложном рынке творческом? Ну, у нас были, да, там, лекции, туториалы насчёт этого, потом, ну, тоже в колледж приходили люди из индустрии, как бы, рассказывали свои истории. У всех, ну, конечно, ну, своя история. Вообще, ну, в искусстве, ну, сложно, ну, сложно продавать свои искусства, но это, как бы, зависит от того, что ты делаешь, чем ты занимаешься. Ну, чаще всего, как бы, чаще всего, вот, ну, творческие люди как-то, ну, из разных, как это сказать, sources of income, то есть, ну, то есть, редко, когда ты просто продавая свои работы, зарабатываешь себе на жизнь. То есть, ну, вот, ты делаешь, как бы, ты работаешь над, ну, там, какими-то проектами, что-то продаёшь, потом, ну, учишь, там, в общем, да, участвуешь в каких-то, там, выставках, я не знаю. То есть, тебе нужно быть спортсменом-универсалом, да, работать везде? Да, вот именно, да, нужно как-то, ну, крутиться. А о процессе можешь заказов рассказать? То есть, вот, как тебя находят, как иллюстратора, люди? Ну, чаще всего, если честно, ну, у меня как это работает, это у всех очень индивидуально, ну, иногда, вот, через social media, да, но чаще всего, как-то, у меня получается word of mouth. Окей. Это, вот, кто-то где-то услышал, для кого-то я, ну, сделала какой-то заказ, и вот, кто-то потом увидел, или кто-то кому-то рассказал, вот, как-то так у меня получается. Ой, классно. Расскажи про вдохновение. Про вдохновение. Когда тебе лучше всего пишется, иллюстрируется? Когда у тебя депрессия или, наоборот, когда классно-классно? Ну, это такой непредсказуемый процесс, на самом деле. Ну, чаще всего, вот, вот, интересно так, что, что сидеть и ждать вдохновения, вот, как бы, ну, не работает. Чаще всего, что работает, это когда ты, как бы, занимаешься чем-то другим, и тебе просто, вот, приходят какие-то идеи сами по себе. Но, на самом деле, я вообще, ну, считаю, что на одно вдохновение, как бы, далеко не уедешь. Нужно, ну, постоянно работать, это, конечно. Сложно заставить себя. Сложно заставить, когда нет вдохновения, очень сложно себя заставить, и, ну, не всегда получается. Чаще всего не получается, но, да. А вот для наших зрителей, кто говорит, ну, вот, нам иногда пишут и говорят, мы, допустим, хотим учиться. Что бы ты могла посоветовать людям, которые хотят, вот, приехать в Edinburgh College of Art сюда? То есть, вообще, не знаю, стоит это, не стоит, какой курс выбрать, то есть, что, что вообще? Ну, это очень зависит от того, от expectations. Да, от ожиданий. От ожиданий, да, спасибо. Это зависит от того, ну, на что ты надеешься, как бы, какое ты себе будущее видишь. Совет один, мне кажется, если ты, ну, если ты решаешь поступать в Art School просто с открытым сердцем, и, ну, как бы, этот год использовать для того, чтобы делать именно то, что ты, как бы, хочешь делать, потому что, потому что ты потом выходишь, ну, в реальный мир, да, и в свободное плавание именно, и, ну, потом тебе придется какие-то заказы делать, и вот, ну, использовать этот год, чтобы чисто над своими идеями работать. А есть, кстати, вот такой разговор о заказах, к тебе приходит заказчик, говорит, я хочу то-то-то, а ты понимаешь, что ты вообще, ну, ты так не делаешь. То есть, что, что, как у тебя дальше коммуникации происходят? Ну, я вот такого не помню, чтобы совсем вот я, чтобы не делала. Ну, вот я, например, с цветами не особо работаю, но у меня как-то и не заказывают, если честно. То есть, у меня, ну, у меня такая ситуация, что у меня, ну, у меня очень такой ярко выраженный стиль. И поэтому ко мне чаще всего приходят люди, кто знают, как я рисую, поэтому от меня чаще всего не просят вот чего-то такого совершенно другого. Ну, мне, кстати, не было у тебя, да? Но бывает такое, вот, например, просят, там, нарисовать, ну, портрет, там, семьи или еще что-то. И, ну, я в таком положении, что я, как бы, я стараюсь соглашаться. Ну, если просят, я стараюсь соглашаться. Но это не всегда может быть интересно, или не всегда ты можешь, как бы, найти в себе вот вдохновение, опять же, вот, ну, выполнять заказ. Но это иллюстрация, поэтому это... А что вот лично тебе, что больше всего нравится рисовать? Ну, свои идеи. Ну, да, ну, да, ну, вот, то есть, там, я не знаю, это люди, интерьеры, что вот, что... Ну, вот, чаще всего вот, ну, характеры какие-то люди, да. Я, ну, люблю каких-то этих своих странных, странных вот этих чудиков рисовать. Ну, они очень классные, они запоминаются, и вот, Надя сейчас расспросит, где тебя, где их найти, но мы, когда их видим, мы видим, что это твои работы, очень классные. Сейчас, Надя, иди. Место Ани теперь я. Ну, я хочу тебя спросить про, вообще, где можно увидеть твои работы? Ты можешь назвать какие-то места, вот, куда я могу прийти и сказать, всё, я вижу, это Юля. Ну, вот, у меня висят две картины в Хендерсонс ресторане, это вот этот самый старый вегетарианский ресторан, вот, там повесили две мои, как бы, мои, мои принты. Принты, да. Я извиняюсь, я, кстати, эти принты видела, и я Юлины картину, ну, до этого видела, и пришла в Хендерсонс, увидела, и картину написала, Юля, я вижу твои картины, то есть я их узнала, настолько они, действительно, узнаваемы. Спасибо. А ещё, где, ну, в Ocean Terminal я продаю свои тоже принты, там, открытки, вот, там есть такой Scottish Design Exchange магазинчик, и вот там продаю, потом Red Door Gallery на Victoria Street, мне кажется, возле Grass Market, там тоже, ну, продаю какие-то принты, а так в основном можно увидеть на, ну, в социал-медиа, в Инстаграме, на Фейсбуке, страничку у меня есть. А вообще студенты, с которыми ты училась, ты поддерживаешь связь вообще, есть ли у вас такая традиция встречаться, может быть, вместе что-то делать, какие-то коллаборации, не знаю, или... Ну, мы так вообще редко встречаемся, хотелось бы, конечно, почаще, но мы, ну, стараемся поддерживать всё равно связь на Фейсбуке, и вот, ну, пытаемся как-то организовать какие-то, ну, какие-то встречи, да, вот, и это называется как silence, то есть ты, ну, приносишь своё портфолио, и, ну, мы, как бы, рассматриваем его, ну, все, как бы, даём какие-то советы друг другу, вот, но, да, ну, пока что как-то мы редко встречаемся, потому что, ну, все, все заняты вообще, там, своими какими-то делами, но... Сколько ты жила пять лет сначала в Глазго, а теперь пять лет в Эдинбурге, ты можешь сравнить эти два города вообще, где тебе было комфортнее, приятнее, может быть, может, минусы какие-то, плюсы? Что приходит в голову? Ну, это два совершенно разных города, ну, Глазго, я очень люблю Глазго, кстати, очень скучаю по городу, совершенно, да, совершенно разная атмосфера у городов, Ну, так получилось, что когда я жила в Глазго, я училась и работала, и, ну, у меня не было свободного времени, вот, так его, как бы, изучить, как город, но мне кажется, он тоже очень артистический, артистичный, артистический, очень творческий, да, очень, да, творческий, и, да, вот, а, ну, вот, Эдинбург, он такой весь, ну, вылизанный, как бы, такой, такой очень, ну, красивый, как бы, очевидно красивый, а, ну, вот, Глазго, к нему нужно присмотреться, нужно как-то, как-то найти какие-то места, я не знаю, вот, ну, да, это два разных города, И, ну, в Глазго люди как-то приветливее кажутся, вот, но, но я очень люблю Эдинбург, очень люблю Эдинбург, это красивый город, замечательный, да. Какие любимые места у тебя в Эдинбурге? Да, ну, вот мы сейчас в моем, в одном из моих любимых мест, в Лагино, ну, вот, ботанический сад, Артур Сид, я, ну, очень часто, очень много там время провожу, я, ну, живу рядом с Артур Сид, Медаус парк, ну, зельки такие, природные. Ты любишь парки, да? Люблю, да. Не поменьше людей. Да, где? Это, это, да, это иллюстраторы, это профессиональное. Вот если бы, так, гипотетически, если бы деньги не были вообще твоей заботой сегодняшней, да, то чем бы ты занималась, вот, какой выбор? Такой хороший вопрос. Если бы деньги... Нет, это очень, на самом деле, хороший вопрос, потому что спроси 90% людей, может, не знают. Вот ты знаешь? Точно знаю, да. Ну, ты тоже просто шикарный, счастливый человек. Ну, я бы, ну, по-любому занималась бы творчеством, у меня была бы своя студия, я бы, наверное, занималась бы, то есть, я бы, наверное, писала бы, я бы, ну, писала бы маслом пыталась бы писать, какие-то картины, продолжала бы рисовать, скульптура мне интересна, наверное, керамикой занималась бы, музыкой тоже, и путешествовала бы. Ну, в общем, да. Мне кажется, прекрасно. Хочется, был бы у меня бокал вина, я бы сказала, ну, выпьем же за это. Ну, на самом деле, да. Ну, то есть я тебе желаю, в любом случае, чтобы это все сбылось. Чтобы деньги не были. Чтобы ты, да, то, что ты хочешь, у тебя получилось, и действительно, деньги были бы не проблемой, и вообще всем желаю этого. Вот, да, и вот на этом мы в замечательной ноте позитивной выходим с Юлей как раз сказать Юле спасибо большое за то, что она приняла участие в нашей передаче. Вот, опять же, мы тут сами себя хвалим, кукушка хвалит петуха. Нам очень нравится, мы благодарны своей идее, собственному блогу, за то, что у нас такой билет или возможность знакомиться с очень классными, интересными людьми, ну, с которыми в нормальной нашей жизни жизнь нас не сводит. Вот, поэтому здорово, что мы начали. Здорово, что такие люди, как Юля, соглашаются с нами побеседовать. Вот, поэтому спасибо Юле. Обязательно заходите к ней в Инстаграм, смотрите, вдохновляйтесь ее работами. Заходите к ней на сайт, смотрите на ее картины, может быть, вам тоже что-то приглянется, и вы решите себе купить. В общем, спасибо вам, что смотрите, ставьте лайки и подписывайтесь. Все, как обычно, увидимся в следующий понедельник. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok